Традиционно искусство мордовской вышивки находилось в руках женщин. Из века в век передавали они это мастерство от матери к дочери, все новым и новым поколениям. Но лишь в середине XX века это искусство вышло на новый уровень, на уровень профессионального мастерства. И главная заслуга в этом принадлежит методисту Дома народного творчества Саранска, впоследствии главному художнику Саранска и директору детской художественной школы номер один Петру Федоровичу Рябову. Петр Федорович, увлекшийся народным искусством мордвы, собрал вокруг себя целую плеяду известных мастеров, которые под его руководством стали не только творить прекрасные вещи, но и обеспечили им действительно всемирную славу. Одной из плеяды мастериц-вышивальщиц стала Татьяна Ивановна Панкратова в замужестве Лужкина. Родом из старого макшанского села Салазгарь, который теперь относится к Торбеевскому району республики Мордовия, она с детства впитала в себя красоту мордовской вышивки. Любовь к этому привели ей бабушка и мама. Искусные вышивальщицы, они научили ее не только самой технике вышивки, не только орнаменту, но и чувству вкуса и филигранному исполнению элементов мордовской вышивки. Костюм Мордвы Мокши Торбеевского района необычайно интересен. Во-первых, филигранным исполнением самой вышивки. И Татьяна Ивановна впоследствии на протяжении всей своей жизни повторяла орнамент, рубах родного края. В первой витрине можно внимательно рассмотреть вышивку на рубахе щам. Рядом стоит кукла, изготовленная по мотивам традиционного костюма самой Татьяны Ивановной. Костюм куклы достоверно и очень кропотливо повторяет все основные элементы костюма Мордвы Мокши Торбеевского района. Татьяна Ивановна окончила фельдшерско-акушерские курсы в Саранске и была распределена в село Старое Синдрово Краснослободского района, где и познакомилась со своим будущим мужем. На фотографии, размещенной в первой витрине, мы видим семью Лушкиных. Впоследствии они переехали в Саранск. Муж Татьяны Ивановны продолжил свое обучение в городе Казани, а Татьяна Ивановна занималась детьми, домом. И здесь она вспомнила свое истинное призвание – вышивку. Татьяна Ивановна стала завсегдатаем Дома народного творчества, познакомилась с другими вышивальщицами, с Петром Федоровичем Рябовым. И он сразу обратил внимание на талантливую мастерицу. Вместе с другими вышивальщицами Татьяна Ивановна приняла участие в вышивке огромного ковра по мордовским мотивам, посвященного 40-летию октября. Событие это для Саранска было очень масштабным. Оно широко освещалось в прессе. А по фотографии можно судить о размерах самой работы. Рядом с ковром сфотографированы все мастерицы, принявшие участие в его создании. Их было 11 человек. Среди них можно увидеть Татьяну Ивановну Лушкину. С Домом народного творчества связаны яркие воспоминания ее молодости. Здесь она не только встретила соратников и единомышленников, но и отточила свою безупречную технику вышивки. Работы Татьяны Ивановны наряду с работами других вышивальщиц пользовались большой известностью. Они были представлены не только на городских, республиканских, всесоюзных, но и на международных выставках. Самыми знаковыми из которых были выставки в Брюсселе и выставка в Монреале в 1967 году. За свои работы Татьяна Ивановна получала многочисленные грамоты и награды. А одна из ее работ, достигших мировой известности, вышитая подушка, находится в фондах нашего музея. Следующий этап жизни Татьяны Ивановны связан с детской художественной школой номер один, которая впоследствии будет носить имя своего директора Петра Федоровича Рябова. Петр Федорович пригласил Татьяну Ивановну на преподавательскую работу и не ошибся. Она воспитала не одно поколение талантливых вышивальщиц. Не все девочки выбрали впоследствии путь профессиональной мастерицы, но каждая из них с большим теплом вспоминает своего педагога. Татьяна Ивановна сочетала преподавательскую деятельность с творчеством, но, к сожалению, не могла уделять ему достаточного времени. Поэтому мы знаем не так много ее творческих работ. Они хранятся в фондах Музея изобразительного искусства имени Эрзи и фондах Республиканского краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина. Всего музеем было закуплено шесть работ Татьяны Ивановны, и все они размещены на этой выставке. В основном это предметы домашнего текстиля. Татьяна Ивановна была признанным мастером и композиции, и цветового решения. Она очень грамотно распределяла вышивку на полотне не только холста, но и сукна, и чесучи. Она прекрасно чувствовала материал. Несмотря на то, что вышивка с мордовских рубах перекочевала на текстильные изделия, которые, конечно же, по масштабу отличались от них, тем не менее, каждая ее работа выполнена очень грамотно. И сочетание цветов, сочетание размера каждого элемента очень гармонично вписывается в размер самого изделия. За свою педагогическую деятельность Татьяна Ивановна была неоднократно награждена грамотами и медалями. В 1980 году ей было присвоено высокое звание заслуженного работника культуры Мордовской АССР. Ученицами Татьяны Ивановны были такие выдающиеся деятели декоративно-прикладного творчества, как Татьяна Николаевна Гвоздева, Татьяна Анатольевна Алешкина, Галина Алексеевна Полянская. Они оставили о своем учителе с большой буквы самые теплые воспоминания. Татьяна Николаевна Гвоздева пишет, «Она стремилась консолидировать группу, и это правило стало главным в моей педагогической работе». У Марии Филипповны, это еще один педагог детской художественной школы, мы учились технике вышивки, а Татьяна Ивановна, кроме того, учила любить заниматься вышивкой. Это ее заслуга, что у меня появился интерес к мудрой педагогике. В воспоминаниях Татьяны Алексеевны Алешкиной очень много личного тепла. О своей учительнице она пишет. Ее внимательный, спокойный взгляд, доброжелательность и увлеченность я вспоминаю с большой теплотой и благодарностью. Она открывала нам таинственный мир, далекий, неведомый, красивый, как цвета вышивки, которой она обучала нас. Педагог детской художественной школы номер один Галина Алексеевна Полянская вспоминает, что именно Татьяна Ивановна, кроме национальной вышивки и бисера, показала своим ученицам тенгушевскую семицветку, знаменитые тенгушевские чулки. Это для нас, учеников, было настоящим художественным открытием. Вязаные вещи удобны в быту, а благодаря их декоративному решению они становились объектом творчества. Как настоящий творческий человек Татьяна Ивановна учила своих девочек видеть прекрасное в любом проявлении декоративно-прикладного творчества, будь то вышивка, бисероплетение или вязание. А Татьяне Ивановне много писала пресса. Материал о ней вошел в большую обзорную книгу «Декоративно-прикладное искусство Мордовии». Но, наверное, главным подарком и главным памятником ей стала книга, написанная ее дочерью. Книга о ней, книга глубоко личная, глубоко искренняя, где дочь вспоминает о маме не только как о самом близком человеке, но и как о творце, как о большом художнике. Наша выставка – это дань памяти Татьяне Ивановне Панкратовой-Лушкиной. Она дожила до 85 лет, и о ней наверняка можно сказать, что она была счастливым человеком, потому что она смогла реализовать себя во всем. И как жена, и как мать, и как педагог, и как творец и художник. И пронесла любовь к мордовской традиционной вышивке через всю свою жизнь, смогла передать ее своим ученикам и направила следующее поколение по пути сохранения традиционного декоративного искусства мордовского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова